МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Игнаценко. Глядите ух этим выпуском. Самое теплое и пяшчотное свято в осени. Белорусские женщины примают свиншаванье с Днем Мати. В 65-м году науковые и доследшие деятельности Белорусский Державный Университет Транспорта отзначил юбилей. Истории и лесы Чонского монастыра в «Гомеле» презентовали уникальное выдание. А зараза об этом иншим больше подробязно. В Могилеве завершился пятый форум регионов Белоруссии и России. Под час пленарного посаджения минавито региональное супрацовнество названо ключовым фактором интеграции. Программа форума была вельми насыщенной, причем во всех мероприемствах удел примали и представники Гомельской области. Олег Синцеров, Володая, под обязанностями. С 10-го по 12-го встречника в Могилеве проходил пятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России. Об масштабе мероприемства можно мероприемствовать по кольке всех гостей. Амали – 2000 человек. Самый активный удел у форума приняла и Гомельская область. И еще до официального початку работы форума о Комсомольском сквере Могилева, Гомельская область открывает свою пляцовку. Головная мета – представить годовоэкономичный, культурный и туристичный потенциал региона. На площадке у Амаль квадратный километр. Презентация продукции мясомолочной и хлебной промысловости. Солодкая продукция и выступление мостовских коллективов. Область – стендерс информации об санаторно-оздоровленных установках и маршруте Золотое кольцо Гомельщины. Проект «100 идей для области и еще икраины» презентуя инновационную и навыковую деятельность молоди. На пятый форум региону Беларуси и России у Гомельской области ускладаются великие надеи. Российская федерация заявляется нашим основным партнером. Сегодня на ее долю пропадаем 2 трети наших товарооборотов. Проведение совместных встреч – еще одна махчимость – активизовать сопротивление. У нас в конце каждого августа проходит Сенская ярмарка, где все наши соседи, предприятия в Беларуси представлены очень большим спектром. Мы также участвуем у наших соседей. Это и весна в Гомере, форум экономический в Могилеве. Мы стараемся быть ближе и руководством, и чтобы ближе были наши бизнес-мойные бизнесы. Перспективы сопротивления обмерзывались по часу встречи Старшиния Совета Республики Национального Схода Беларуси Михаила Мясниковича и Старшиния Совета Федерации Федерального Схода России Валентина Матвиенко с героевниками регионов и Украин. Час меморандумов про еще сегодня необходимы конкретные выники. У деньгами сопротивления кажутся об достижениях и огочутся пропоновывать по дальнейшим сопротивлению. От реализации программы «Союзный трактор» до распроцовки суместных мероприемств, промеркованных до 70-х годов Великой Перамоги. Сустреча завершается подписанием погоднений от Межурадовга по поставкам сельско-господарской продукции в наступном годе до региональных сочинений Гомецкого оба Волконкаму Владимир Дворник ставить подпис на погоднениях обсупрационисты с Республикой Буратио, так само Самарской и Кировской областями. Вверху поздней еле губернатора значить. По часу подрехтовки документа разглядели у тема, чимая на керунке взаимодействия. Совпадают абсолютные интересы в области цифровизации, в области внедрения телемедицины. С точки зрения экономии средств бюджета, с точки зрения удобства пациентов. Мы регион, который производит так же, как и Белоруссия, большое количество сельскохозяйственной продукции. Мы одни из лидеров в нашем Приволжском округе по производству молока. Мы уже почти вышли на цифру миллион тонн молока, 7600 на средний надой на корову. И я думаю, что здесь есть большая почва для сотрудничества, поскольку Гомель промышленный регион производит много оборудования для перепработки молока. Вот поэтому, вы знаете, подписать просто соглашение «давайте будем дружить», так сказать, наверное, это очень неправильно. Поэтому мы долгое время занимались его подготовкой. И я надеюсь, что практические результаты будут видны уже непосредственно в ближайшее время. Глинарное посаджение с уделом керунку Белоруссии и России, ключевое мероприемство пятого форума, размыва о приоритетных на керунках регионального супрациониста. Сегодня в творческой кооперации связаны больше 8 тысяч предприемцев у двух краин. И вельми часто гэтая связи начинаются минавито на региональном узровне. Именно в регионах наших стран начинается множество производственных технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом белорусском изделии будет атрактор, большегрузные автомобили, легковой, бытовой прибор. Есть российский компонент. Разум с тем, по словам Александра Лукашенко, у белорусско-российских экономичных относинах по-ранейшему застаётся актуальная тема проведения узгодненной политики у промысловости и поглубления кооперации. Одночасово необходимо ликвидовать любые обмежевания во взаимном гандре и забеспечить ровные умовы для субъекта господарения. Особливо, гэта цельца супрациониста у агропромысловом комплексе. За час проведения форум регионов доказал свою эффективность. Гэта ясчедная плясовка для президентов двух краин, керавников регионов и представников бизнеса для омеркования ключевых пытаний у междержавных относинов. Что ценно? Дискуссии между участниками форума носят заинтересованный предметный характер. Вот сейчас только коллеги выступали, говорили о совершенно конкретных вещах. С настроем на достижение хороших, конкретных, как в таких случаях говорят, договорённостей по дальнейшему расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов между регионами наших государств. Подчеркну, Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией. Стремимся наращивать связи по всем направлениям, на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды. Олег Синтеров, Вадир Гипанько, телерадио «Компания Гомель» с Могилёва. Наперед одни дня мати Гомельское областное объединение профсоюза организовало свято для женщин с разных кутков наших региона. Врачистости проходили у областным драматичным театры. На свято запросили больше, как 370 профсоюзных активисток. Они працуют в разных галинах господарки, промысловости, будовництве, гандлі, охове здоровье, бытовым обслуговуванні и культуры. Объядновывая гэтых женщин тое, что усеяны з'являются клопотливыми мамами. Серо запрошенных были женщины, які мають гоноровое звання «шмадзетная мати». Кожна одельниця свята отримала у подарунок сувенир – сребне жаночее сердце. «Я мама троих сыновей и одной дочери. Старшему 11, младшему 2 года. Я очень рада, что у меня четверо детей. Я очень счастлива, несмотря на то, что, ну, может быть, где-то это и тяжело, но больше все-таки это приносит радости. Дети – это счастье. Я очень рада, хочу сказать большое спасибо, что меня пригласили сегодня на такой замечательный праздник. Я очень рада, что я сюда попала. Я попала в первый раз, но мне очень нравится». Такие встречи для областного объединения профсоюза стали доброй традицией. Яны зауседы проходят всю теплую атмосферу и супроводжение щирых слов о дяки и пожаданиях. Для гостей працевали тематичные выставы, интерактивные пляцовки, фотозоны. Урочистый прием протягнулся музычной программой, показом оденья и прычосок, и спектаклем «Жаночее счастье». Его представили господары сцены, артисты драматичного театра. И в протяге темы. У Беларуси рыхтуется новая редакция працеванного кодекса, где не только мать, но и батьки отримают додатковые льготы и мягчимости. Держава и до этого лимкнулася у Сибакова поддерживать семьи. На прикладу залежности от количества детей предугледжены шерах преференции. Это выплаты при народжении детяти, крыху больше за 2000 при народжении первого и мальтры другого и наступных детей. Трехгодовый декретный отпочинок с захованием працеванного места и что месячной допомогой. Материнский капитал по мере 10 тысяч долларов для семья, где выховывают трехи больше детей. Важны на керунок и льготные кредиты на будовництво жилья. А на праце – додатковый свободный день у тыдень для шмадетных мать. Али про наявности одного и двух детей женщины мают в прационное послабление. Катерина Александровна, расскажите, пожалуйста, какие льготы и особые условия труда предоставляются работающим женщинам, матерям в Беларуси? Женщины-матери, согласно трудовому законодательству Республики Беларусь, действительно имеют определенные льготы и гарантии, которыми они имеют право воспользоваться в период осуществления трудовой деятельности. Например, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, они не могут быть направлены нанимателем в служебную командировку, не могут быть привлечены к работе в выходные дни, в праздничные дни, в государственные праздники. К работе в ночное время женщины, которых детки до трех лет, привлекаются только с их письменного согласия. А вот тоже мамы, которые имеют детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, они направляются как в служебную командировку, так привлекаются к работе в выходные дни, к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. Если мама многодетная, и если у нее трое и более деток, либо ребенок-инвалид воспитывается в семье до 18 лет, то такая мама имеет в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на один свободный день в неделю с оплатой в размере среднедневного заработка. Великий репортаж, просвеченный Дню Мати, глядите в программе «Навины ты дня» в неделю на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Яны змагалися за родиму. У поселку Чонки Гомельского района сёння перепоховали останки военнослужащих Червоной армии. Проводят героев войны в опошний шлях приехали десятки людей. За врачистой церемонии назирала наш корреспондент Ганна Корольчук. В червяне этого года военнослужащие 52-го особного специализованного пошукового батальона проводили полевые работы на территории Бобовицкого сельсовета, по яких приняли удел члены клуба «Пунцевые погоны» Хомельского городского кадетского училища. В ходе раскопок были знайдены останки 68 войсковцев Червоной армии, которые загинули в 1943 году при форсировании Дняпра. У нас было 5 объектов, на трёх из которых были обнаружены останки Чикалово, Красная долина и так называемая Квадратная рочь. Это уже третья наша вахта памяти, начиная с 2016-го, ежегодно в июне месяце мы участвуем в раскопках с гумиром красноармейцев. Связано это с тем, что большое количество солдат осталось ещё не погребёнными с 1943 года, когда здесь проходила линия немецкой обороны, так называемый Восточный вал. Дякуючи знойденому знагородам одного из загинувших, Пошуковый батальон смог вызначить полный спис имённых солдат. Склад похования находился у архивах Министерства обороны Российской Федерации. Останки належат военнослужащим 65-й армии генерала Батова. Частку захлику перепоховали ещё в 50-х годах, другую эксгумовали гэтым летом. Удельников полевых работ узнагородили грамотами. Восстановление исторической памяти в чём же и заключается. Узнаём большего именно по истории. Мы узнаём то, что на самом деле происходило в то время. Нам её не кто-то рассказывает, знаете, как в каких-то дешёвых фильмах. Мы узнаём больше, поднимая эти архивы, узнавая именно то, что на самом деле происходило. В нём много героического на самом деле. Много-много людей, которые внесли большой уклад. И они на самом деле, они герои. Они все герои. От генерала до простого солдата. В Братарской могиле учонков были отдадены земли останки 49 героев Великой Отчины войны. Среди выходцы омали всех краин Советского Союза. Представники славянских национальностей, люди с Кавказа и Средней Азии. Многие из них лечились озниклыми без весток. Родные тех, чьи семьи удалось отшукать, приехали в Гомельский район на урочистую церемонию перепохования. Войсковая группа нам сообщила, что нашли среди вот этих воинов, есть один азербайджанец, фамилия его Абдуллаев Иса. И вот как мы узнали об этом, естественно, откинулись и начали тоже искать сейчас его родственников, ищем. Сообщили азербайджан и будем сейчас с посольством связываться насчёт этого. В этом году уже один человек мы захоронили, ну, находят много, ну, просто мы не знали об этом. Сейчас вот близко с работой поисковой группой. Другая частка военнослужащих будет перепохована 16-го костричника у вёстцы старые дятловичи. Ганна Коральчук, Яуген Макеенко, отели радиоакомпания «Гомель». Дать нерухомости, якая засталась незапотрабованной новой житё. Гэта – одна задач, якая востро стоит перед комитетом «Гомель-Абл-Майомасть». Пакинутые объекты треба выкрыстовывать и активно утягивать у господарчий оборот. Для Гэта регулярно проводятся аукционы. Так, зараз для организации и поширения бизнесу вытворчая площадь с необходимой инфраструктурой продае «Гомель-Абл-Буд». Подробязности у наступном сюжете. У апошние годы Гомельская область лидирует по колькости объектов, які набыли новых господаров. Некто давно умару об открытии уластной справы, шукау, подыходящие площадь, инши, дякуючи таким объектам, змогли полепшить свои жильёвые умовы. На керунках для наданья нового статусу старым будынкам «Мноства» все ли то господарший оборот потребно было увесьте 600 объектів коммунальной уластности и открытых акционерных товарыстов. Зараз гэта работа зроблена на 65%. Основный способ купить помяшкання – праз аукционы. Зараз до продажу готовы амальша 300 объектів нерухомости. З їх каля 140 можно набыть усяго за одну базовую величиню. Всем желающим приобрести недвижимость сегодня государством установлен ряд преференций и льгот. Это в первую очередь понижение начальной цены продажи вплоть до базовой величины. Гатовые до продажу объекты «Гомель-Абл-Буда» знаходятся у восьми райцентрах в области. Серотых Жлобин добру ж «Гомель-Шачерск» и інші. Гэта вытворчая площа із необхідной інфраструктуры і особные объекты нерухомости. Площа от 20 квадратних метров до 9,5 тысяч. До уделу гандлер іхтуюць і об'єкты «Гомель-Абл-Буда» у крайнюці Гомельського района. Здесь є імущество «Гомель-Обл-Устроя», которое буде выставляться на аукционные торги в связі з тем, що сама організація знаходяться в стадії банкротства. Ми знаходимося возле здания производственного корпуса, здание большое, площадь його порядка 6 тисяч квадратних метров. Оно пригодне для производства деревообработки, для производства строительных конструкций, то есть предложено на продажу. Ещё в этом комплексе буде входить котельная і сушильні камери. За этим зданием знаходиться здання склада, а також при выезде административне здання проходна. Весь комплекс буде стоить сами здания в районі 2 млн 300, но в інтересах покупателей данная площадка буде разделена на лоты. Усю інформацію об аукционах можна удокладніть у спеціалістов комітета «Гомель-Абл-Майомасть» по номері 701388 альбо знайсці на офіційным сайте. Марина Джалая, Настасья Кучинська, Олександр Харлампа. Утелі радує компанія «Гомель». Протягуєм выпуск. Напереда дні у «Гомелі» пройшов урочистый сход, присвяченный 65-годзю Беларусського державного університета транспорту. Сьогодні «Белдуц» забезпечує кадровое і навуковое супроводження розвиття транспортной сферы нашої країни. Серед яго выпускнікоў – міністры, керавнікі Беларусська і Расійськай, чыгунок, дзержавные дзечі і депутаты. Многі з їх ліку приїхали, каб паміншаваць установу з юбілеєм і выказаць повагу сваёй альма-матар. За гоноровыми узнагородами і падяками на сцену узнімаліся працтавнікі професарська-выкладчыцкага і господарчага составу, а так сама ректор університета. За 65-годовую гістору і установа стала не тільки місцем подрыхтовки спеціалістів «Высокого узроню», а й буйным, навуково-доследшим і вытворчим комплексам. Це і учебна робота, це научна робота, це производственна робота. Тобто у нас в даному случае, якщо ми говоримо про производство, то це производство услуг. В составі університета є спитателінеццент железодорожного транспорта і є органом по сертифікації. І ми вістрібованы, вістрібованы в даному случаі, як експортери услуг в області сертифікації і спитання железодорожного транспорта. Среді наших партнів в настоящее время – Россія, Китай, Узбекистан, Словенія, Швейцарія. У даліших планах модернізація в учебному процесу з укороненням сучасних технологій. Кострічник – місяць доброупорадковання. Разом з обновлінням центральних вулиц у Гомелі протягується рамонт дорожного покрытия на дворовых територіях. Наша здимішнія бригада разом со спеціалістами Аблу Конкама і протеставніками відказних службів проїхала по вулицях города і поглядела, які двори поспіли привести у парадок. Каб відрамонтувати усі тротуары і дорожки вокол шмат поверхівок, потрібні великі гроші. Тому рамонтують по міру махчимаці. Некоторі гомельські двори у опішній місяць отримали цілком нове дорожне покрытие. Неді провели ямочний рамонт. Побач з домом на Мазурова, 52, обновили асфальт. На Целегіна, 17, у належний стан привели увесь двор. На Жарковськах дворові території рамонтувати почали нікалькі годів тому. Зараз на уздовж широких домів дорожки отримали свежий асфальт. Пригожа стала і побач з домом на Селянській, 35. Данна дворова територія був випалнен текущий ремонт асфальтового покрытия, яке тут знаходиться. Делалось оно именно картовым методом для улучшення покрытия. І оно делается сплошным покровом в аби избежання образования ямок. І так як ямочний ремонт ранее проводился, он не сильно действует, поэтому именно на этой дворовой території уже применял метод методом укладки асфальта именно по картам. У Гомеле більше 1800 дворовых територій, які адносяться до Комунального жильового фонду. Харвиканкам распрацаваў по адресный план графік рамонту под'язных дорог і пішоходных дорожек. Сюди включили каля 740 дворов. Кап привести іх уналежный выгляд, город выделів 400 тисяч рублів. Звыж 130 дворов, дякуючих этому, Шостково обоцалкам обновилися. При обращении граждан по вопросам благоустройства дворовых территорий, если не обращаются к нам или, например, на службу 115, значит, наши специалисты выезжают на место, оценивают необходимость проведения ремонта, оценивают объемы. І если данная дворовая территория не стоит в плані по проведению работ, то мы обязательно ее туда включаем і работы обязательно будуть выполнены. Парадок у гомельських дворах протягнуть на водіць, пакуль буде дозволять на дворі. Марина Джала, Ігор Марышенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Урочистое посвячення у професію для молодых специалистів провели у обласної клинічной больниці. Все лето колектив у станови пополнили 20 медицинських сестер і два повары, які прибыли у обласную больницу по розміркованні на перше працівное місце. Кіровництво больниці пожедало молоді стати справдними професіоналами. За кожным молодым специалистом замыцували вопытного наставника. Всю жизнь надо иметь себе наставника і за плечами того человека, которому вериш, который тебе подскажет. Ми провели конкурс среди молодых специалистів в прошлом році, 2017-го. Они написали ессе «Своим наставникам горжусь». Поэтому це було дуже трогательно читати ці від відкровенья молодих специалистів. Ну і там для себе і наставники, і администрація почерпнула теж багато інтересного. Я сама Низбомились Будокошлєва училась в Бобруйському медколеджі. Закончила в цьому году і решила переехати жити в Гомель і захотела працювати в Гомельській обласній больніці. Ізначально хотіла, і так получилось повезло, що взяли в реанимацію. Колектив дуже хороший, все приняли дружно, допомагають, обучають. Під часу зустрічі молоді розповіли про історію обласній больніці, культурні і спортивні мероприємстви, що проводяться у колективі. Молоді спеціалісты зрабілі записи у спеціальній кнізі, яка заховується у музеї обласній больніці. Історія Іллесы Чонського монастыра. Презентація нового видання з серої духовної спадщини Гомельщини пройшла у Центральній городській бібліотеці ім'я Герцена. Праця над книгой довжилася більш як 7 годів. Аутры видання Сергій Цыкунов і Наталія Козлова сабрали шмат історичних звєсток про один з самых старожитних монастыров Гомельщини. Перші успаміны про його датуються середзіна 17-го стагодзя. Льос монастыра був не простым і часом трагічным. Перед його святынями читали молитвы староверы, одноверцы і православные. Спочатку їм жили монахи-мужчіны, а пізній он був перетворений у жаночий монастыр. Менавіта учонським монастыры приняла постриг і святая заступниця Гомеля Манефа. С 17-го по 29-й год ми повністю воссоздали всю історію монастыря. Монастыри могли существувати в цей період тільки як сельскохозяйственный артель. І вот 4 преобразования произошло у учонського монастыря. Он був і кустарной, і сельскохозяйственной артелью. Работали вони. Очень много. Они не тільки себя обеспечували продуктами, но і зарождающихся советських чиновників. Причому такі інтересні документи находили. Сколько хлеба выделялось в місяць сім'ї чиновника, який наблюдав за монастырем, каже монахини, і сім'ї священника, і настоятелю. Монастыр був розбурен у 1943 годі і до гетага часу не одновлений. У 2000 годі під час земляних робот був знайден великий скарб серебного ритуального посуду. Зараз монастырські святыні можна убачить у експозиції музея Гомельського палацево-паркового ансамбля. Гет і атак сама інші новини ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен плённых вам выходных дзён і до новых сустріч у ефіры.